Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня у нас 16 марта. Сегодня у меня праздник. Приезжает мой любимый. Всего лишь на один денёчек. Ничего, в конце марта приедет на недельку. Я стойко переношу все тяготы и лишения одна. Это шутка, конечно же. У меня всё хорошо. И сегодня, наконец-то, наступил тот день, когда я планировала сажать рассаду. На улицу вышла сейчас выносить мусор. Чистота, красота, но очень холодно. Мороз и солнце. Весна никак не хочет к нам приходить. Зима властвует. Где-то минус 10 на градусники. Я ориентируюсь, у меня один градусник показывает неправильно. На 5 градусов погрешность. Ну, в общем, пока не купила новый. Как-то ориентируюсь по тому, что есть. Так вот, минус 10 на улице, но солнечно. И уже тянуть некуда. Пора сажать рассаду. Я сходила в сарай. С осени вы мне советовали набрать земли и поставить куда-то в погреб, в сарай. Ну, в общем, где-то сохранить в зиму. И я очень благодарна вашему совету. Я набрала земли. И вот сейчас пошла в сарай, отковыряла. Как я не укрывала ее ватными одеялами. Здесь при покупке дома оставались старые рваные ватные одеяла. Конечно же, все идет в ход. Укрывала я землю. Потом и полиэтиленом, и потом ватными одеялами. Но все равно земля промерзла. Но сказать, что ее вообще не могу набрать, конечно же, нельзя. Лопатой наковыряла земельки. И сейчас буду мешать ту землю, которую я купила. Во-первых, так будет для семян лучше. Все-таки они пойдут, можно сказать, в родную земельку, которая здесь. И я думаю, что это поможет хорошему росту. Итак, идем мешать землю. Здесь в ванной, на этих вот дощечках я делаю плиточку. Но пока кирпичный заводик подождет, конечно же, как моя мама говорила, день-год кормит. Нужно посадить рассаду. Время тревожное. Нужно посадить много рассады. Уточню. Какой грунт я купила. Друзья, я купила дешевый грунт в пятерочке. Моя Танечка, любимая подружка, подсказала мне, что там всегда очень хороший грунт. Не заводятся в нем мошки, и он дешевый, друзья. В магазинах я видела грунт Крепыш. Извините, цена кусается. 140 рублей за 10 литров. Это очень дорого. Вот такой грунт в пятерке стоит 55 рублей 10 литров. И там по 5 литров. Еще продается, по-моему, 34 с чем-то. Давайте посмотрим, что здесь. Для выращивания всех видов овощных, зеленых, цветочных, культур и рассады. В общем, то, что мне нужно. Ну, а это та земелька, которая родная. Вот из сарая набрала вот это ведро. И сейчас буду банкой мерить пополами. Одна часть родной земельки, одна часть купленного грунта. Буду смешивать вот в этом тазике. Все буду делать в ванной, чтобы не сорить. Потом просто смыть и все. Ну, и дальше будем уже сажать рассаду. Ну, что, друзья. Хочу сообщить вам, что грунт, который я купила в пятерочке, очень классный. Нету никаких ни камней, ни палок. Я знаю, что бывают разные грунты. И попадается много всякие щепки непонятные. Здесь вообще все очень хорошо. Смешала я. Получилось у меня вот ведро земли родной. И 10 литров этого грунта. Я насыпала слоями. Сначала банками мерила, а потом просто на глаз высыпала слоями. Но чтобы хорошо перемешалось. Вот. Все готово от той земли, которую я набирала родную. Идет прям холод. Нужно, чтобы земля, конечно же, прогрелась. И только потом в нее сажать семечко. Буду сажать вот в такой лоточек. Это лоток казачий туалет бывший. Очень хорошо пригодится. И спасибо Мариночке Миссан, которая мне подсказала. Лена, насыпай сразу где-то сантиметров пять земли. Немного. Потом семена прорастут. Начнут расти. Чтобы тебе потом подсыпать земельку. Чтобы они не вытягивались и укреплялось корневище. Спасибо тебе, громадная моя дорогая Мариночка. Так и буду делать. Ну, а сейчас поставлю земельку греться на солнышко. Надо как-то... Сейчас пойду теплицу ставить в нужное место. Ту, которую я покупала на Вайлдберрис. И насыплю туда земельку. Сейчас светит солнышко. Пусть она хорошо прогреется ультрафиолетом. Именно ультрафиолетом. Вот, друзья, вся комната залита солнышком. Даже штору не стала открывать. И поставила земельку вот сюда на подоконник. Пусть она немножечко напитается витамином D. Это очень важный момент. Убивает все ненужное. Ну и, конечно же, наполняется ультрафиолетом. Пусть так постоит, прогреется. Ну, а дальше будем раскладывать полоточком и сеять семена. Вот такие семена я купила. Вот такие томаты. Не знаю, что это будет. Но похож вот на розовый сливовидный. Томат новичок. Если кто-то уже пробовал, напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Как вам эти томаты? А то, может, придется мне что-то покупать другое. Вот такой томат дачник сибирский с короспелой и дебарау. Покупала в магните. А вот эти вот покупала в специальном... Это перцы в специальном магазине. Тут по 5 зернышек всего. По 40 рублей. Да, друзья. Не дешево, я бы сказала, для 5 зернышек. Сегодня побегу еще. Еще нашла один большой магазин семян. В сторону дочери. Там, где она живет. И схожу туда. Значит, перец я купила сладкий. Темп. Тоже не знаю, что это такое. Это первый год, так скажем, моих огородных дел. Я имею в виду по рассаде. Когда я жила на Украине, мы не сажали рассаду в доме. Мы сразу высаживали в грунт. Все вырастало. Огурцы единственное мы сажали в теплице. Потому что почему-то все листья корючились под открытым грунтом. Ну, а сейчас вот Аня говорит, что у папы на Украине у него огурцы росли вплоть до октября месяца. Прям были с огурцами. Может быть, что-то изменилось. Не знаю. Теплицу, конечно же, будем делать. Вот. Ну, а пока попробую посадить рассаду. Посмотрим, что у меня получится. Друзья, пока земелька питается ультрафиолетом, покажу вам, что я купила в Озоне. Это кокосовый брикет универсальный. Это кокосовый торф. Есть еще кокосовая стружка. Я думала, что я именно покупаю стружку. Ну, в общем, было невнимательно. Это кокосовый торф. Значит, для чего это нужно? Это посыпается сверху. То есть, сначала засыпается земля. Потом определенным образом я буду сеять на туалетную бумагу. Выкладывать семена. А потом засыпать вот этим вот торфом. Что делает эта штука? Она без патогенов. Она, можно сказать, стерильна. И особых микроэлементов в ней нет. Но она защищает нашу рассаду от плесени, от мошек и тому подобное. И она держит влагу. Покупала я на озоне. Это за 190 рублей со скидкой. Вот здесь вот брикетик. Он, конечно, прессованный. На 8 литров. Конечно же, подсмотрела все это я на ютубе, откуда я взяла эту информацию. Если найду это видео, где я все это узнала, и вообще, как сажать рассаду. Если найду, друзья, мне кажется, я там не проголосовала, не поставила пальчик вверх. Что-то у меня меня кто-то отвлек. Потому что я уже искала эту информацию. И сейчас не могу ее найти. Просто вот по памяти вам все это воспровожу. Говорю. По памяти все это вам говорю. Вот. Так что вообще забейте, что такое кокосовая стружка и для чего она нужна. Прямо на ютубе. Может быть, попадете на это видео. Так что вот делюсь с вами своей покупочкой. Ну и потом, конечно же, поделюсь результатом, когда уже взойдут всходы семян. Ну что, друзья. Поставила я земельку. Разложила уже полоточка. Использовала. Нашла вот такой икеевский контейнер. Когда-то, тысячу лет назад, покупала в икеа. Он пластиковый. И он, видите, прозрачный. Очень хорошо будет для рассады. Вот он такой большой. Эти вот лоточки я покупала в магазине Светофор. Не очень-то они дешевые. Это вот поддоны. А потом, вон там, еще стоят в уголку эти сами горшочки. Естественно, потом в горшочке буду рассаживать. А пока сеять буду в эти вот поддоны. Также использовались вот кошачьи лотки. Вы видите, на самой высокой полке. Вот как раз три кошачьих старых лотка тоже. Ну вот, в принципе, места уже и не осталось. Пока я ходила, искала лотки. Монька уже сходил в туалет. Вот Кузьма теперь сюда лезет. Иди, не мешайся. Вот. Так что вот такие вот дела. Не успела оглянуться. Уже свежая земля. Конечно же, конечно же, Монечке захотелось пописать в эту земельку. Сейчас вот буду все это дело убирать. Выкидывать, конечно, вот это. И пойду еще в сарай. Еще наперу земли. Ну, тоже смешаю сразу, чтобы она была. Для того, чтобы когда рассада наклюнется, начнет расти, подсыпать. Вот вы видите, что я насыпала где-то, ну, сантиметра 3-4, не больше. С тем расчетом, что потом подсыпать рассаду, чтобы она не вытягивалась. Вот такие вот дела. Дальше я буду по этой земле. Ну, во-первых, ее польем хорошенечко. Вот. Ой, она уже тепленькая. Была такая, такая холодная. Сейчас вот на солнышке очень хорошо нагрелась. Хорошая земелька, друзья. Прям вот вы видите, ни единого. Это я ничего здесь не чистила, ничего не выбирала. Все вот как есть. Вся ровненькая, никаких камушков, ничего не было. Ни в родной земле, ни вот в этой. Так что, все хорошо. Что я буду делать дальше? Пролью землю, расстелю на ней туалетную бумагу. И на туалетную бумагу, ну, во-первых, шпажками разделю по сортам, чтобы я понимала, где у меня что растет, поподписываю. И потом на туалетную эту бумагу, пролитую водой, буду выкладывать семена и закрывать вот этой кокусовой стружкой. Вот так приблизительно это будет выглядеть. Вот, смотрите. То есть, земля, туалетная бумага. Это все нужно хорошо пролить. Я прям на туалетную бумагу буду хорошо поливать. Бумага напитается влагой, земля напитается влагой. Прям очень хорошо пролить. Потом у меня есть вот такие вот шпажки. Ну, наверное, либо длинную, ну, как бы оторвать, отломить. Либо маленькую использовать. Не знаю, какую сейчас я попробую вытащить. Вот маленькую шпажку, чтобы вам показать, что я буду делать дальше. Вот так вот раскладываем шпажки. Вот. Они будут разделять наши сорта. И на бумагу, прям вот на расстоянии 4 сантиметров друг от друга, рядочек между рядками 5 сантиметров, между семенами по 4 сантиметра. На мокрую бумагу буду выкладывать эти семена, разделенные шпажками. Дальше я буду притряхивать, ну, засыпать эти семена вот этим кокосовым торфом. Кстати, не выбрасывайте вот такие вот из-под сладости. Вот, кстати, покупала в светофоре, не помню, что здесь. По-моему, сочники были. Видите? Здесь пластиковый поддон, ну, и коробочка для того, чтобы держала форму. Вполне себе можно использовать под рассаду. Может быть, я даже сюда посажу горький перчик. Вы спросите, а зачем нужна вот эта бумага? Бумага очень хорошо держит влагу. И вы, ну, просто хорошо распределите ваши семена. Они прям будут прилипать на мокрую бумагу. И прям точно на хорошем расстоянии друг от друга, я уже повторюсь, 3-4 сантиметра не будет такой густоты. В землю вы бросаете, вы не понимаете, куда, ну, как бы засыпается. В общем, на бумагу это все гораздо удобнее. Так что вот поделилась с вами, как я буду сажать рассаду. Ну, а теперь давайте вернемся к красоте. Вчера я сделала эту корзинку. Вот она так хорошо вписывается в интерьер. У меня уже просматривается интерьер эко-стиль. Уже и коробочки, и корзинки, и вот эти вот замечательные коврики. И вот этот экранчик. Экран, кстати, я уже покрыла лаком. В общем, вот так вот все красиво вписывается в интерьер. Второй коврик. Вот эта вот плиточка. Ну, в общем, просматривается эко-стиль. Что еще я сделала в этой коробочке? Сейчас вам покажу. Я приклеила вот по низу джутовый шпагат. А на дно коробки приклеила мешковину. Коробочка стала очень-очень плотной. Ну, как бы вот эти вот, из бумаги эти косички придали ей такую жесткость. Внутри коробки, вот я вам говорила, все дно уложилось уголочком. Ну, и здесь для красоты я завязала вот такой джутовый канат. И, кстати, в нескольких местах при степле степлером, вот, видите, прикрепила. Вот, показываю. Еще вот здесь вот, вот он этот степлер, чтобы вот этот подклад не двигался и не раздражал. Вот такая красота, можно сказать, из мусора, из старого пододеяльника, из коробки из-под бра, которая была на выброс. Вот что получилось. И, кстати, уже здесь получается такой выставка поделок из мусора. Вы помните, вот эти банки из-под краски. Вот, это тоже поделки, можно сказать, из мусора. Да, еще купила в фикс-прассе я вчера вот эти искусственные цветы. В общем, дом вот здесь вот повесила, как яркое пятно на белом фоне. Но вообще, хочу сказать, белые стены можно, ну, как бы, они диктуют любой интерьер. И на белом фоне, ну, буквально все-все красиво смотрится. Так что, не бойтесь белых стен. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Может быть, кто-то подчеркнул полезную информацию для себя. Благодарю вас за ваши комментарии. Да, хочу еще остановиться на такой информации, что сейчас все комментарии на моем канале проходят проверку. То есть, одобряются мной. И хочу предупредить тех озлобленных жителей Незалежной, что не плюйте в колодец. Может быть, придется напиться. Я все ваши комментарии читаю. И как только я вижу какую-то гадость, то, что вы там всякие проклятия льете, да, и про удобрение сегодня было комментарии. Мои зрители эти комментарии не увидят. Конечно же, я их всех читаю, посылаю вам. Только добро, счастье, как говорится, делай добро и бросай его в воду. Так что подумайте над тем, что время, сейчас мир изменился, время для кармы уже нет. И если все ваши поступки, которые вы делаете в этой жизни, вы за них расплачивались в следующий, то сейчас мир изменился, мир ускорился, и карма прилетает незамедлительно. Подумайте на эту тему. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.